Итак, у нас сегодня, как я вам говорил, Малая Азия в древности. Чем мы заканчиваем Переднюю Азию? Разумеется, первый вопрос это становление производящего хозяйства в Малой Азии. Второй вопрос. Малая Азия во втором тысячелетии до нашей эры Третий вопрос. Фрикия. Четвертый. Лидия. Итак, как вы должно быть помните, Малая Азия является древнейшим регионом производящего хозяйства. Земледелие здесь зарождается ранее, чем где бы то ни было. И во второй половине пятого тысячелетия до нашей эры уже есть признаки производящего хозяйства. Однако, в полной мере можно говорить о производящем хозяйстве в связи с седьмым тысячелетием до нашей эры, когда здесь появляются земледельческо-животноводческие поселения, крупнейшими из которых являются три. Я буду писать. Ударение можно не ставить, там специфика есть. Вот, это крупнейший шатал бю-ню. Опус в том, что это г- первое, произносится турками на подобии белорусского г-, только еще речь. Ну, и последнее поселение, которое мы с вами уже вспоминали. Джилар. Двухсоставные поселения обычно называются в литературе по первой части. Крупнейшим из трех является шатал и самым показателем. Раскопан Джеймсом Меллартом. В 1961-1963 годах. И с этого момента является самостоятельным объектом изучения. И как будто бы титулом существующей научной проблемы о том, что не все города, в которых развивается производящее хозяйство, превращаются со временем в территориальные государства. Шатал как раз к ним относится. Тем не менее, что уже в шестом тысячелетии Шатал похож на город или поселение городского типа не вызывает у большинства ученых сомнений. В основе этого поселения лежало земледелие. Основанное, разумеется, на ручном труде с помощью мотыги, наконечник, который делался из обсидиама. Обсидиама здесь много. Я напоминаю вам, это тот самый материал, который экспортировался во все близлежащие регионы. Там его нет, а здесь он свой. Поэтому, скорее всего, и производящее хозяйство здесь развивается быстрее. Заметим, что оно имеет ограниченное пространство по причине неприспособленности горной местности для большого земледелия. То есть земледелие на больших площадях. Шатал существует на протяжении примерно трех тысяч лет с поступательным развитием. И в общем виде считается крупнейшим земледельческим поселением региона. Другой вопрос, что уже в четвертом тысячелетии чатальские жители постепенно утрачивают первые позиции в производящем хозяйстве. Отметим, что третьему тысячелетию до нашей эры читал фактически прекращает свое существование. Причина всего явления не ясна. Почему он не развивается в город-государство в дальнейшем, пока этот вопрос открытый. Тем не менее, отметим, что специфика его развития является показательным для городов-регионов и во многом представляется как визитная карточка. Причем, что интересно, несмотря на то, что читал не развивается в город-государство, тип застройки, который есть в читале, впоследствии имеет довольно широкое распространение. Правда, не доказано, что он именно из читала происходит, но тем не менее, этот тип застройки показателен для всего региона. Что имеется в виду? Прежде всего, читал фактически это единый строительный массив. Все строения примыкают друг к другу вплотную, между ними нет ни улиц, ни переулка. Строения в несколько ярусов. Все передвижения внутри путь населенного пункта осуществляются по крышам. Ну, если это можно так назвать, по верхним ярусам. Фактически, это единая цитадель, имеющая достаточно хорошую защищенность извне. Ну, те из вас, кто видел сооружение подобного типа, возможно, в Йемене, в Сирии, наверняка знают, о чем идет речь. Ну, даже если вы видели их на картинке. Такое чувство, как будто город является единым строительным монолитом. Такое бесформенное большое здание с окнами значительно выше уровня человеческого роста на внешнем периметре и фактически отсутствия окон на внутреннем. что мы знаем о населении, читал. Средняя продолжительность жизни, по подсчетам археологов, для мужчин составляла около 35 лет, для женщин примерно 30. Максимальная продолжительность жизни установлена быть с уверенностью не может, но известно, что она превышала 60 лет. Состав семьи 4-5 человек, то есть двое-трое детей. К концу существования читала, который можно считать пиком его развития, общее число населения, общая численность населения составляла от 5 до 6 тысяч человек. Заметим, что читальцы использовали горные реки в качестве источника воды, строили простейшие растительные сооружения. Кроме того, значительных успехов достигло животноводство, в том числе разведения крупного рогатого скота. Ну и разумеется, о чем очень просто догадаться из предыдущих лекций, у них были развиты торговли и ремесло. Прежде всего обсидианам, конечно. О характере этой торговли сказать сегодня достаточно трудно, но она, разумеется, на силу ременового характера. Культивировали, прежде всего, пшеницу, что характерно для всей Малой Азии, причем пшеница эта происходит от разных диких злаков. Кроме того, горох, бобовая, фисташки и миндаль. Фисташки уже в это время являлись и экспортным товаром. Что касается домашних животных, с уверенностью можно говорить только о том, что в хозяйстве имело значение корова. По всей видимости, бык был культовым животным. Кроме того, использовалась собака. Но здесь я должен еще раз подчеркнуть, собаки не имели пищевого значения. На мясо их не разводили. Что касается мелкого рогатого скота, то, судя по всему, овцы были на диком выпасе или были полудики, до конца не одомашними. Разумеется, занималось население охоты и собирательством, но это просто констатация очевидна. Что касается последних тысячи лет существования, то кроме торговли обсидианом, Чатал имел на продажу шкур и животных, а также различные изделия домашней утвари. Из ремесел отметим, конечно, обработку камня, которые здесь в избытке, производство керамических изделий разнообразных, ну, а также, разумеется, развитие металлургии. Мы с вами помним о том, что металлы, короба металлов, во всяком случае, являются значительным дефицитом в Передней Азии, поскольку кроме Малой Азии месторождений фактически нет регионов. Вот в Малой Азии как раз их в избытке. Поэтому развитие металлургии в Малой Азии это не только отличительная черта, но и главная формообразующая особенность этого региона как периферии в Передней Азии. Этим и определяется во многом его стратегическое значение впоследствии. Известно, что к началу шестого тысячелетия до нашей эры читали уже делали подвески из свинца. А примерно на двести лет позже обрабатывали медь. Найдены первые медные бусы. Столь ранние даты обнаружения свидетельствуют о очень раннем вначале здесь знакомства с металлами. Пожалуй, это самые ранние факты общения с металлами в древности вообще среди всего населения Земли. Кроме того, известно, что читальцы имели достаточно развитое качество и резали по дереву. Заметим, что скорее всего название небесный камень в отношении металлических рук, о чем вы, конечно, помните, происходит из представления металлических рудов в Малой Азии. Поскольку, как мы с вами понимаем, других оснований в регионе нет. Хоть слово, конечно, известно нам в Акадском написании. Кроме того, скажем, что даже после исчезновения читалов или превращения его в деревню, в Малой Азии существовали достаточно крупные поселения, которые можно назвать геродами государства, они, конечно, не были значительных размеров и не похожи на шумерские, тем не менее. Они существовали и вели достаточно заметную торговлю, которая фиксируется всеми региональными источниками этого времени известного нам. То есть они торговали с Восточным Средиземноморьем, они торговали и с городами шумера. Во главе этих городов по всей видимости стояли жрецы, которые возможно были и верховными светскими правительствами. По деятельности торговой нам, разумеется, сообщают тексты неместного происхождения, то есть самые ранние тексты, которые мы знаем указывающие на торговлю малайзийских городов, это тексты из Эблы, как вы помните, города в Сирии и ранние ассирийские источники, написанные на старо-ассирийском диалекте, тогда, когда здесь появились первые колонии. Колонии, существовавшие в Малой Азии на самом востоке основанные ассирийцами. Основные местные источники гораздо более поздние. Прежде всего, конечно, хетские, которые датируются вторым тысячелетиям до нашей эры в основе своей середины. Более позднее он мало упоминает о том, что здесь была до того, как хеты здесь закрепили. Ну, и разумеется, есть еще один памятник, который является весьма ценным для нашего понимания, который называется каппадокийский таблицей. Каппадокийские таблицы это источник, относящийся к 19-му или 18-му векам для нашей эры. И это прежде всего деловая документация. Они так же, как и некоторые другие документы, считаются результатом деятельности ассирийских трупцов, по крайней мере, написаны они на старо-ассирийском диалекте. Ну, каппадокийскими они названы потому, что их обнаружили в местности, известные под этим греческим словом. Разумеется, никакого отношения к собственному названию они не имеют. Эти документы, как правило, вообще не имеют заголовок. Значение этих документов не только в том, что они очень ранние, а еще и в том, что из них намного известно об организации хозяйства в городах государства малой Азии раннего периода. Прежде всего, мы точно знаем, что торговля была монополией государства. За право занятия торговли иноземные купцы платили большую пушу. Кроме того, известно, что местные правители имели исключительное право на приобретение товара. Это значит, что всякий привозимый товар должен был сначала предлагаться правителям, того места, где он собирает, где купец собирался его реализовать. И если купец приходил к соглашению с правителем, или, скорее всего, его высказывание должно выглядеть так, если правитель изъявлял желание его приобрести, то купец обязан был его продать. Ну, а если этого не случалось, тогда он выставлялся на продажу другим возможным покупателям. Кроме того, известно, что ряд товаров были в исключительной компетенции центральной власти, и что эти товары, некоторые из них, по крайней мере, не могли быть вывезены за пределы Малой Азии. Кроме того, совершенно ясно, что такие отношения сложились здесь еще до того, как появились первые ассирийские колонии. Ассирийцы не были единственными иноземными купцами на этой территории. Здесь же, безусловно, присутствовали торговые представители из Северной Сирии, аморейского, как правило, происхождения. Ну, а кроме того, население, которое не считается в полной мере местным населением в Малой Азии, куриты, также имели свои торговые организации. Традиционно куриты относятся к Южно-Кавказу, мородам. Однако, в полной мере, считать их иноземными для Малой Азии нельзя, поскольку Восточная Малая Азия была населена куритами с раннего периода, ну, по крайней мере, с 4-го тысячелетия до нашей эры, а может быть гораздо ранее. Поэтому отметим, что в полной мере иноземцами являются, конечно, семитские купцы, то есть семитоязычные, правильно я говорю. представители народов, говоривших на древних кавказских языках, в известной мере являются местным населением или населением, которое здесь живет достаточно давно. Это тем более существенно, что при образовании в последующее время разнообразных альянсов политических и торгово-политических подобные отношения будут достаточно очевидно влиять на расстановку сил. Кто же, собственно, может считаться местным населением? Полный мере. Ну, прежде всего, народ, известный в источниках как хаты. Хаты это народы, говорившие согласно существующим исследованиям на одном из древних кавказских языков, ну, разумеется, мертвых. Наверняка неизвестно, как давно они проживали на территории Малой Азии, но, скорее всего, это самое первое население Малой Азии, которое нами может быть идентифицировано хоть как-нибудь хотя бы по языку. Кроме того, с конца третьего тысячелетия мы можем с уверенностью говорить о присутствии здесь индоевропейцев, которые традиционно упоминаются под тремя именами, условно считаемыми этнуним. это прежде всего хеты, а также лувийцы и палайцы. Называются они по самоназванию области или страны, в которой они проживали. Соответственно, звучание примерно выглядит так. страна хати это страна фета, страна луви, которая традиционно называется луви, и страна пал, это центральная часть Малой Азии, но вместе все три занимают ее примерно три четверти в исторический период. луви. Но еще раз подчеркну, что кроме того, значительно здесь хуридское присутствие. Насколько хуриди родственных хатов на сегодняшний день единой точки зрения нет, но во всяком случае их различают уже в ранний период. То есть хаты отдельно, хуриды отдельно. Но регион проживания хуридов гораздо более широкий, чем Малой Азии. Это не только Восточная Малая Азия, это еще и Северная Междуречье и Южный Кавказ. Кроме того, не позднее третьего тысячелетия до нашей эры куриды присутствуют также и в Северной Сирии. Разумеется, что с конца третьего тысячелетия с появления здесь индоевропейцев и установления в значительных размерах или лучше сказать в заметном количестве разных торговых и наземных колоний появляются дополнительные данные о составе экспорта местных городов и их экономической специфики, которая легко угадывается в силу того, что руда является главным стратегическим материалом. прежде всего олово иметь основу раньше шумерской бронзы. Вместе с ними разумеется и технология в работе металла. кроме того, достаточно очевиден экспорт серебра, которого, кстати, сказать в регионе больше нигде нет. еще один металл известен очень рано, но экспорту не подлежал, как раз относился к торговому напуле местного руководства, которое запретило его вывоз. Это железо. А проводка железа была начата хактами еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Однако ни в одном учебнике вы не найдете упоминания о том, что железный век начинается аж в третьем тысячелетии до нашей эры. Конечно, нет. вопрос достаточно непростой объяснений, но во всяком случае главной причиной является запрет на экспорт этого самого железа. Еще одно. Несмотря на то, что хеты во втором тысячелетии к тому моменту, когда они начинают активную политику за пределами Малой Азии и вторгаются в Месопотамию, где, как вы, наверное, помните или не помните, в самом конце 17-го или начале 16-го века берут штурмом губилон, так вот, хеты эти были вооружены железным оружием, однако никаких последствий это явление с точки зрения распространения железных предметов не имелось делами Малой Азии. Но, правду сказать, хеты не собирались устанавливать здесь какое-либо господство территориального характера. Хетский царь, взяв мавилон, набрал добычу и вернулся дымом сразу. Таким образом, несмотря на развитие железных технологий в самой Малой Азии еще в духетские времена и активно развиваем хеты, металлургия железа перешла из Малой Азии только в конце второго и начале первого тысячелетия, когда железный верх начался в Ассирии, который, как вы помните, был в установлении новой гегемонии в Ассирийской данном случае региона. Еще одна специфика заключается в том, что Малая Азия ведет караванную торговлю, которая опирается на цепочки караванов. Это буквально означает, что малоазийские купцы сами ни в Месопотамию, ни в Восточном Средиземноморе путешествий не совершали, но во всяком случае систематически. Они доходили до торговых колоний, где груз перегружался на сирийский караван или сирийский караван или курицкий караван. второе тысячелетие связано прежде всего с остановлением здесь первого крупного территориального государства, а именно хеттской державы. известно, что примерно в 18 веке до нашей эры или даже немного ранее между местными городами начинается активное военное противостояние. Первым городом, который оказался региональным гидимоном, была Курусханда. Курусханда, но это уже название не турецки, а хеттки. Курусханда. Следующим доминирующим поселением была Кусара. Кусара. Как раз правители Кусары и являются первыми из всех, кто пытался здесь создать территориальное государство, то есть выйти за пределы собственных владений и объединить несколько. Первый правитель Кусары, который считается историческим, носил имя Анита. Анита. Известно, что Анита разрушил соседний или не совсем близко находящийся, но другой крупный региональный центр Хатуса. То есть разрушил Хатусы. Это слово склоняется. Хатусы. А кроме того, он успешно воевал с другим региональным центром, которое называлось НЕСА. Анита традиционно называется хеттским правителем и упоминается как защитник хеттов от всех прочих. Ближе к концу своей успешной подвигоносной деятельности Анита нанес поражение городу Пурусханда. Однако у нас нет явных свидетельств того, что все завоеванные территории были объединены под властью Анита. Поскольку образование хеттского царства происходит более чем на сто лет позже правления Аниты. Но именно хеты традиционно считают, что с Аниты начинается создание хеттского именно хеттского царства и становление хеттского преобладания в Малой Азии. История хеттской державы связана разумеется с тем, что хеты постоянно вели завоевательные войны за пределами Малой Азии. И именно благодаря этим действиям, то есть прежде всего тому, что хеты были очень быстро замечены соседями, вынужденными вестись против них военные действия, мы имеем достаточно значительные сведения у них за пределами собственно Малой Азии. И именно это дало возможность установить и принадлежность хеттов по языку и идентифицировать их собственную документацию. Проблема заключается в том, что хеты использовали клинопись, ну разумеется Месопотамскую, а именно староакадский ее вариант. Однако как раз тут и была главная проблема. Эти надписи были известны еще в 19 в 19 веке. Их разумеется считали староакадским. Вопрос в том, что по-староакадски они никак не читались. Но поскольку староакадский диалект достаточно плохо изучен сегодня в сравнении с классическим, в 19 веке считалось, что здесь просто не хватает каких-либо знаний. Однако в начале 20 века а именно как считается в 1915 году чешский исследователь как тогда называли ну и сейчас называют во многих странах остериола Борис Грозный сделал очень далеко идущее очень успешное показали дальнейшие исследования предположить о том, что некоторые записи староасирийские клинописные варианты месопотамской клинописи являются не семитскими по языковой принадлежности, а индоевропейскими. Надо сказать, что для такого предположения нужно было обладать немалой смелостью. Дело не в том, конечно, что индоевропейцы в это время уже во многом считали себя доминирующей группой или доминирующей семьей в мире. Ну, я думаю, что вы понимаете, что большинство народов Европы и Нового Света относятся к индоевропейской языковой семье. Дело в том, что до этого момента регион, о котором идет речь, тем более имея в виду, что клинопись все-таки астерийская, астерийский вариант токаса, клинопись в семитке в этом скандале считался вне индоевропейским вообще. И никаких разумительных объяснений для этого быть не могло. Но, тем не менее, Грозный не просто предположил. Он очень быстро и очень убедительно обосновал, что это именно индоевропейский язык, прочитав эти надписи, что стало началом хитологии, как науки, основанной на письменных источниках. До этого момента хитов было известно очень немного и весьма приблизительно. Библия их называла не один раз. Как правило, в русской передаче этот народ звучит как хитей. Однако, никто это такие, ничто они собой представляли, Библия толком не знает. Тем более, ничего не сообщает она о том, что когда-то это была сильная держава. Сие Библии по какой-то причине неизвестно. за два года с 1915 до 1917 Борис Грозный фактически прочитал хитский язык при написанном варианте. С этого, как я уже сказал, начинается хитология как наука, основанная на письменных источниках и, соответственно, изучение хитского языка. Сие открытие, кроме того, нанесло довольно значительный удар по многим теориям индоевропейского единства. Прежде всего, потому, что до этого момента традиционно считалось, что все индоевропейские языки происходят из санскрита, который, древнеиндийский язык, назывался матерью языков. И от него, как правило, выводилось в происхождение всех остальных, и так называемый проиндоевропейский или общий индоевропейский язык был очень язык санскритов. Были многочисленные реконструкции, которые сделаны были таким образом, что не догадаться об их санскритском происхождении было невозможно. Так вот, открытие Грозного привело к тому, что эти теории фактически стали бесполезными. Хитский язык не только не происходит из санскрика, он вообще не настолько похож на санскрит, чтобы можно было говорить о сколько-нибудь значительном влиянии. Правда, здесь есть оговорки. Последующие исследования показали, что все, что касается терминологии пеневодства и некоторые сферы, связанные с транспортом, прежде всего, колесного транспорта, действительно имеют терминологию индоиранского происхождения, которое можно рассматривать в принципе как санскритскую, известным допущением. Однако, эти сферы четко определены и в остальной части хитские тексты не имеют никакого прямого отношения к санскрит. Время же фиксации этих текстов второе тысячелетие до нашей эры, начиная с первой половины, причем устойчиво и безусловно это так, указывает на то, что никакие вразумительные объяснения на тот момент, на начало 20 века не могли быть приведены в пользу какого-либо влияния индоиранцев на хеттэ. То есть, пытаться доказать возникновение хеттского языка из санскрита стало просто бессмысленным и невозможным. Так что, открытие Грозного оказалось значительным не только в области истории Малой Ради. Заметим, что хеттэ, тем не менее, создали еще одну систему письма или имели, лучше сказать, и другую систему письма, о которой долгое время вообще ничего не было известно. Наверняка по причине того, что были в общем достаточно быстро в происследовании малайзийских хеттских поселений обнаружены иероглифические надписи. Эти иероглифы местные. И связаны они были, конечно, с хеттским языком. Вопрос только в том, что не существовало тогда сколько-нибудь существенных материалов, дающих возможность читать эти надписи. Иероглифы не были дешифрованы долгое время. Фактически, хеттология была наукой клинописной. Расшифровка иероглифов произошла только в 40-е годы 20-го века. И связана она в основном с исследователями американцев Порогом Гельбом Боссертом Белароши. Заметим, что иероглификой пользовались не только хеты, пользовались и другие народы Малой Азии, той же самой фактически инувийцы и палайцы, как, впрочем, и клинописью модифицированной, приспособленной для индоевропейских языков. Но поскольку илувийцы и палайцы оставили нам значительно меньше текста, считанное число надписей фактически, исследование самостоятельных историй пока не представляется возможным. Так или иначе заметь, что хитология сама по себе несла значительные изменения во всю политическую карту передней Азии. Ну, то есть это как раз тот случай, когда, несмотря на принятые принципы и правила, от них пришлось отказываться. И не только военноевропейские. Совершенно очевидно, что до прочтения хитских текстов не то, что хитская держава, а вообще никакие силы реально не могли восприниматься в качестве самостоятельных в регионе, описанном Библии. То есть было четко известно, что существовали в Вавилонии и Осирии, в Заречи существовали другие семитские образования, и никаких других сил здесь не было. Правда, параллельно с этим проблему создавало и государство, которое известно в истории как метани, которое вы будете изучать самостоятельно, государство, образованное куритами. Но в отношении метани ситуация даже сложнее, чем в отношении хедов, по причине того, что куритская клина, или лучше сказать, куритский вариант Акадского клина, и на сегодня читается весьма пребудительно, на реконструктивном уровне. Отметим, что хедская держава, начиная с 16 века, по крайней мере, является значительной политической силой, которая оказывает постоянное влияние на все окружающие политические образования, независимо от их силы и возможностей. А именно, чьи достаточно активно противостояли и метаницам, образовавшим на среднем и верхнем еврации свое государство, и египтианам, противостояние с которыми продолжалось на протяжении двухсот лет после того, как метаницы фактически перестали быть региональным гидемоном, и ассирийцам, и уж, конечно, значительное влияние оказывали на малые политические образования, прежде всего, в Восточном Средиземноморье. Ну и здесь, конечно, стоит упомянуть знаменитый Хетско-Египетский фронт, который изучен, пожалуй, лучше всех остальных в связи с битвой Прикадеш в Сирии, когда египетский паралон Рамзес II встретился с силами Хетского царя Бахириса. Состоялась битва, о которой мы еще будем говорить, теме про Египет, после чего было заключено перемирие, а впоследствии мирный договор, и преемник Мухсириса Хатусирис III, Хетский царь, посетил Египет с официальным визитом. Это является первым документированным официальным визитом на высшем уровне в требовании. Таким образом, открытие Хетского государства и прочтение письменности внесло значительные изменения в наши знания о политической карте Передней Азии, сделало Малую Азию самостоятельным значительным регионом на протяжении всей истории древности, начиная как минимум с конца III тысячелетия не только в экономическом отношении как источник сырья, но и в политическом отношении как самостоятельный политический и военный цель. Закат Хетской державы связан с вторжением народов в море, в том числе в Малую Азию. Считается, что народы моря сокрушили Хетов к началу XII века. С этого момента у Хетов нет крупного государства, последние хетские правители вообще находились на Кипре и после XIII века, то есть начиная с XII, можно говорить скорее об отдельных хетских образованиях политических в Северной Сирии и Юго-Восточной Малой Азии, это скорее княжество. Именно в таком виде они в общем-то и находились в контакте с библейскими народами и в этот период их и упоминает люди, называя Китей. Кто же именно из народов моря связан с вторжением в Малую Азию и крушением хетского государства? Вопрос к сожалению непростой и не имеет на сегодня однозначного ответа. По крайней мере известно следующее. Хеты в своих источниках упоминают последний период существования единого хетского царства западнее находилась область под названием Ахиява это самый запад в Малой Азии Ахиява имевшая несколько городов Эта Ахиява безусловно являлась военно-политическим противником хета хета вели с ней разумеется это название одно значимое ассоциируется с названием греков Гомера правда сказать Гомер использует не одно название для этого народа но Ахийцы пожалуй самые известные поэтому согласно исследованиям начатым еще в 30-е годы немецкими специалистами Ахиява связана с народами с Балканом прежде всего конечно теми кого мы называем греками но кроме того отметим что это не было конечно единым таким этническим массивом туда же входили и другие народы как их иногда называют относящихся к полиобалканской языковой семье или группе полиобалканцы это тоже и доевропейцы только говорящие на негриско родственном греческом языком это собственная такая группа которые в исторический период относятся фридийцы фракийцы и лидийцы но кроме того к ее балканским языкам относятся исторические македонцы только не те которые образовали современную Македонию а те которые там жили во времена известного вам Филиппа Македонского и его сына Александра Филипповича но македонцы в Малой Азии не замечен а вот ахейцы бигийцы лидийцы вполне отметим еще что я в известной степени всегда имею ввиду что названия этих народов мы знаем из разных источников прежде всего по времени и языку поэтому в некоторых случаях речь может идти об одних и тех же объединениях но поскольку мы их знаем под разными названиями в разных во времени языку источников мы подозреваем что они все-таки разные так например вот эта страна которая называется Луви и которая связана с местным по идее к тому моменту к первому то есть к концу второго тысячелетия населением Лувизгим по всей видимости греками называлась Ликия и это совсем не народы моря а местное население я бы не стал этим вспоминать но дело в том что как раз с этими самыми лувийцами по всей видимости связано происхождение очень известного истории ну и собственно говоря этнополитической терминологии слов и так согласно тому как греки воспринимали вот этих самых литийцев страна Ликия и была названа Ликия то есть страной где живут волки Лика с волком по гречи однако волк волком аполитический или правильный с нашей точки зрения сказать полутийский волк клинописью записывался так ур детерминации ну то есть классообразующий и повторяющийся слово бар бар что фактически буквально может быть переведено как зверь волк не надо гениальным предметом чтобы догадаться что именно от этого словосочетания происходит греческая барбар так вот отметь что перед нами известный геологический фронт когда вот это вот барбар относится к коренному населению в данном случае Малой Азии при том что и исторический период развития этого населения их общее достижение значительно превышает по времени достижение тех кто их так назвал то есть поскольку мы имеем дело в истории Древнего Востока я уже неоднократно говорил с большим репетным промежутком и с специфическим набором источника иногда источники особенно это касается источников иноземности и несинхронности ставят ситуацию во многих с ног на голову вы можете как угодно понимать слово барбар во всяком случае вам в голову не придет что слово барбар может относиться превосходяще по уровню развития цивилизации и тем более в греческом исполнении разумеется если грек кого-то назвал барбаром то по всей видимости он имеет ввиду что тот кого он так назвал состоит от него по уровню развития намного причем сзади а не с петелью в данном случае получается следующее барбарами назвали греки местное население малоазийское в первом тысячелетии это наше разумеется каким-то образом это связано с тем как сакрально использовался вот этот термин урбарбар известно что он народ в Аллайазии был очень силен путь волка очень силен в 19-м в начале 20-го века писали что речь идет о патемах то есть считалось что у этих племенных союзов волки были патемы насчет патемов мы промолчим все-таки сегодня уже не 19-е и не начало 20-го это может оказаться разговором совсем не о чем а вот что касается того что культ волка был он был очень силен это точно но мы с вами конечно помним что культ волка был силен не только в Малой Азии он имеет некоторое отношение к истории Рима совсем незначительное всего лишь это выражается в том что и сегодня идет Берима волчится хотя прошло уже много лет так или иначе заметим что сложность политической карты или этнополитической карты в Древности в Малой Азии такова что греческие источники не столько нам сообщают об этой ситуации сколько путают строго сказать керцкие источники тоже не совсем несты то есть отношение этой хиявы можно сказать следующее мы знаем что хеты называли несколько городов и несколько областей которые относятся к хияве и которые могут иметь отношение к тому о чем сообщает Гамиль однако сегодня считается что хетский период в отношении этой территории более ранний по отношению к возможным событиям Троянской войны Троянская война все таки связана обычно с 12 веком а хеты к 12 веку это уже исторические персонажи но во всяком случае в этом регионе чтобы с этим как-то считаться тем не менее отметим что вполне вероятно что хетские свидетельства последнего периода существования хетского царства являются пожалуй важнейшим хотя и очень сложным использованием источников по истории гомеровского периода в отношении греков во всяком случае в присутствии в Малой Азии отметим что безусловно греки появляются в Малой Азии вместе с другими народами в поле вулканской группы то есть родственными им но не очень близко при этом местное население здесь остается и после развала хетского государства это местное население впоследствии воспринимается греками как варвар о каких же греческих поселениях идет речь прежде всего это город который называется в хетских текстах Таруса или Таруиса исследователи которые занимаются этим вопросом непосредственно таких очень немного всего в разных обстоятельствах сложных текстов в том числе к ним относился и наш хетский исследователь Дунорусский Геннадий Гергеалов считает что Таруиса это Троя считать Трою греческим городом рискованно греки не упоминают ее как греческий но есть большие названия считать что Троя может быть палеобалканским хотя возможно что у нее и место находится еще одно название которое часто упоминает субъектом чаще всего применительно в территории а не в таком это конкретном поселении это бюруса которое как считается соответствует гомеровскому названию иллиону таким образом это является объяснением использованием гомера двух терминов по отношению к этому и тому же городу Троя или иллион в этом случае Троя является названием города а иллион местности где-то город распорог но то что гомер мог об этом не знать это не принципиально что-то разница большая 300 лет и скажем это много еще один населенный пункт который известен у хетов и десеки ява это милаванда милаванда как считается это греческая колония Милет древнейшая колония на юго-западе Малой Азии таким образом после ухода хетов с политической карты в Малой Азии оказывается довольно пёсная этническая ситуация доминирующая роль в которой играют не греки как можно было ожидать а фавилбалканские народы и первое тысячелетие начинается с образования здесь первой значительной политической силы Малой Азии современной хетов то есть примерно 300 лет спустя после падения хетовского царства чуть менее которая в историю вошла под названием Фридия Фридия в большей своей части занимает территорию центральную территорию бывшей хетской державы Фридии Фридии безусловно полиопалканцы имеют отношение к народу море и к падению хетского царства они же в том что вытесняют хетов всех территорий что мы знаем о Фридии в основном по пречески восточника то что в столице Фридии был город Гордиол основанный царем Горди который считается первым правителем самостоятельного крупного территориального образования под названием Фридии этот самый Горди известен прежде всего своим узлом который он так завязал что он нельзя было развязать и в результате человеком который решил Горди его проблему то есть этот узел оказался Александр Македонский который его разрубил не стал развязывать что мы знаем про других правителей Фридии о том что самым пожалуй известным правда опять нехронизированным персонажем этой историей является царем Медас сын Горди известно что Медас был специфическим человеком он был меценатом и в известной степени эстетом однако у него был один порог который в конце концов стоил ему жизнь мы называем этот порог сребролюбие по-русски но в отношении Медаса это правильнее было бы назвать златолюбие чрезмерное златолюбие Медаса привело к тому что он все-таки упросил богов сделать для него золото вседоступным в результате чего он стал обладать уникальным качеством все к чему он прикасался превращалось в золото но в результате несложно понять что он после этого не смог ни пить ни есть золото несъедобно оказался в сложной ситуации но сбылась его мечта и его стало окружать только золото вот такой был Медас надо сказать что при Медасе видимо не благодаря ему его исключительным златолюбивым талантам а по другой причине в Литве впервые попало в международные политические конфликты то есть грубо говоря стало заметно на политической карте в Бережней Азии до такой степени что их заинтересовался не кто-нибудь ассоргон второй Акадский впоследствии такого интереса нетрудно представить Медасе разумеется попало в зависимость от Ассии но точно известно следующее что к этому моменту в Афрегии было как минимум 10 городов ну согласно источнику и эти города были достаточно хорошо укреплены кроме того были защищены внутренние коммуникации в стране ну мы конечно с вами понимаем что для сирийской армии подобная задача не была особо но правда сказать вегетинги это депутация что говорит об их некоторых возможностях в том числе и политических что мы знаем о культах местах поклоняюсь егидцем великой матери и ее возлюбленному богу Атису это что-то вроде местного варианта мифа об Ассидии и Оссидии или там скажем в Амузии Астарце то есть это умирающий воскресающий бог и его супруга которое ему постоянно ему помогает воскреса из места что в эгидийце изобрели флейту и использовали алфавитное письмо для своего языка правда сказать модифицированное греческое а не собственного изобретения конец существования флейгии как значительной политической силой положили эстрады не ассирийцы а кемберинцы ну это иранские качевые народы которые оказались в регионе видимо пройдя через кавказ но так или иначе все народы которые с ними столкнулись получили чувствительный удар после которого оправиться не смогли политическая сила на этом заполнечном надо сказать что кемберинский удар был настолько силен что на какое-то время умерил даже амбиции ассирийцев но правда сказать это была только прелюдия через сто лет после кемберинцев регион придет другая сила оттуда еще более грозная под названием стип но это уже не будет иметь отношение к истории в Риге поскольку после означенных событий она перестает быть заметной политической силой и это политическое образование фактически исчезает другой политическим думом Малой Азии который на карте в Передней Азии конечно никогда не был в Думе это образование называется Лидия Лидия находилась на западе в Малой Азии на самый запад и входила в Афритийскую державу в 8 веке до нашей эры известна была своими заслугами в металлургии и коневодстве Лидийские коневоды славились даже по-малоазийски еще одна особенность это наличие здесь большого разнообразия всяких металлических рук в виде странногорна металлических рук здесь было много кроме золота и серебра ну и разумеется традиционного региона жилет в большом количестве добывались медь и цинк которые в общем здесь обрабатывают известно также что лидийцы отличались своими заслугами в области качества и пошива одежды лидийские одежды крашенные особыми минеральными красками которые не теряемый цвет очень долго некоторые из них в общем-то имеют узнаваемую окраску до сих пор несмотря на то что прошло почти 3000 лет были очень спрашиваемым товаром и очень недешевым вообще надо сказать что лидия даже как область считалась чем-то вроде территории процветания лидийцы в известной степени могут называться малайзийскими кутерье такие вот они были специалисты по части всяких модных хозяйаний и украшений в том числе металлических страна была очень богатая лидийцы большое внимание уделяли международной торговле несмотря на то что находились на западе Малой Азии их караваны доходили до Вавилона и до Египта это привело к тому что впервые в истории человечества у лидийцев появились свои монеты которые чеканились из сплава золота серебром который называется электрон во главе лидийского общества стояли крупные землевладельцы крупные рабовладельцы а работорговля в лидии была престижным и очень развитым занятием разумеется был цирк и жрецы во главе стоял царь с практически неограниченными полномочиями который прежде всего был главнокомандующим и оказался на собственно все остальные его полномочия из этого следовала основу населения составляли землевладельцы и свободные пастухи и ремесленные столица лидии сарды там находилась царская резиденция внутреннюю и внешнюю безопасность гарантировала лидийская армия хорошо экипированная и очень подвижная основа ударной силы конницы и колесницы конечно нельзя считать претензии на переднеазиатское господство а